здравствуйте дорогие товарищи вы смотрите канал на ютюбе спорим врут мы ищем правду зовут меня влад серов и сегодня в выпуске выяснилось что экономические проблемы германии не мешают хорошо выглядеть аналене бербок она потратила огромные бюджетные средства на макияж очень обаятельная и привлекательная я жутко нравлюсь мужчинам они просто от меня без ума ну что спорим что это правда или не совсем наговаривайте на нашу семью грех это рубрика завидовать будем ведомство главы мид германии аналена бербок в прошлом году потратила на косметологические услуги более 100 тысяч евро пишет газета экспресс со ссылкой на немецкий союз налогоплательщиков и зеленые лидируют по расходам на внешний вид министерство иностранных дел под руководством аналена бербок например потратила 137 тысяч евро на визажиста говорится в статье причем за год траты немецкого правительства выросли не менее чем на 80 процентов правительство шольца тратит большие суммы из налоговых поступлений чтобы буквально хорошо выглядеть затраты на одних только фотографов в прошлом году составили более 1,2 миллиона евро отмечается в публикации наши люди в булочную на такси не ездят общая беда всех политиков имеющих жесткую левую платформу это то насколько часто их ловят на том что они сами же ее не соблюдают и в этом плане немецкая партия зеленые если чем и удивляет то даже не тем что ее лидеров уличают в лицемерии а тем до какой степени быстро они все спалились всего два года у власти и уже такой послужной список скандалов например пафосный и решительный вице-канцлер роберт хабек сопредседатель партии зеленые от всей страны требует переключить свои дома на обогрев с помощью экологичных тепловых насосов грозя в противном случае бешеными штрафами для тех кто не станет этого делать но выяснилось что у самого хабека в доме стоит разумеется газовое отопление а как же еще при этом нет сомнений что у него достаточно денег чтобы оплатить установку теплового насоса просто а зачем когда газовое отопление во первых дешевле во вторых она уже установлена а в третьих роберт хабек это не какой-то там простой смертный вице-канцлера федеративной республики германия уж точно штрафовать и не стану вот он и не ставит хотя от рядовых граждан у которых в отличие от хабеком действительно денег нет требует да еще и ссылается на какие-то там высокие экологические мотивы на которые ему самому очевидно плевать кстати данные об этом публикуют серьезная немецкая газета berliner zeitung и уточняет что вместе с хабеком на таком же не экологичном отопление личного жилища попалась и глава жкх всея германии клара гейвинг а остальные политики не то чтобы не попались а просто не стали никого пускать в свой дом и сообщать какое отопление у них стоит насчет шмоток я лично все деньги потратила на научные книги да и сама фрау бербек попадаются уже не в первый раз перед выборами она обещала что если попадет в кабинет министров то будет летать по делам исключительно регулярными авиарейсами вместе со всеми остальными гражданами ради того чтобы сократить выбросы co2 в атмосферу в итоге же фрау бербек попала во власть стала министром иностранных дел германии и тут же забыла про все свои предвыборные обещания австрийской газеты экспресс было посчитано что из 69 зарубежных поездок которые она совершила с тех пор лишь два раза фрау сдержала обещание которое у нее кстати никто не требовал а вот во всех остальных случаях 67 раз благополучно использовала самолета мундесвера производя выбросы co2 и совершенно не переживая по данному поводу так что на этом фоне мелкие шалости с косметикой визажистами и парикмахерами вполне можно простить милой девушке спасать климат это же так тяжело а в германии несмотря на все ее усилия и старания до сих пор так много промышленности не вся еще переехала в америку и китай одним словом хочется выглядеть хорошо даже при таком объеме работы вот фрау и старается поддержим ее усилия по деиндустриализации германии заботливый мой какой заботливый друзья ставьте лайки подписывайтесь и уже завтра на нашем канале новый выпуск не пропустите